Поисково-спасательная операция продолжается на шахте имени Костенко в Караганде. Наша съемочная группа работает на месте. Мой коллега Артем Петров готов присоединиться к эфиру и рассказать подробности. Артем, здравствуйте. Какая информация есть к этому часу? Да, Гульнар, здравствуйте. Как вы правильно заметили, поисково-спасательная операция продолжается на данный момент. По официальным данным, 37 горняков, тела 37 горняков обнаружили, еще 9 продолжается поиск. Как говорили горно-спасатели до этого, операция не завершится, пока всех горняков не найдут и не поднимут на поверхность. Хотел бы остановиться, Гульнара, еще на одном моменте. Сейчас поступает противоречивая информация о том, что с уходом Арселор Миттал Тимиртау обязательства перед работниками компания не будет соблюдать. То есть мы этот вопрос решили обсудить с председателем профсоюза угольщиков КОРГАО Евгений Михайлович Буслаев. Спасибо, что согласились с нами поговорить. Скажите, разъясните ситуацию. Как будет дальше вот эта процедура проходить? Вы знаете, на сегодня есть уверенность в том, что все социальные обязательства перед работниками угольного департамента, которые касаются соблюдения действующего коллективного договора, все будут также сохраняться. То есть уровень заработной платы, все социальные льготы и гарантии, которые предусмотрены действующим коллективным договором, будут сохранены. То есть переживать родственникам в том числе? Нет, абсолютно. Все гарантии, которые имели работники, работая до этого, все эти гарантии будут сохранены при дальнейшей работе. Я так понимаю, что вы за этим проследите, как профсоюз? Конечно. Это сейчас самая главная задача нашего профсоюза, чтобы коллективный договор остался в неизменном виде. Спасибо большое за то, что разъяснили информацию. Всего доброго вам. Спасибо. Я еще хотел бы добавить то, что буквально за моей спиной находится актовый зал, где собрались, точнее собрали родственников, шахтеров. Здесь работают также службы психологической поддержки, врачи, которые оказывают всевозможную помощь. Кому-то становится плохо, если вот вам слышно, буквально за моей спиной. Одно из родственниц, скорее всего, шахтеров плохо. И тут действительно эмоции зашкаливают. Мы поговорили с врачами, с психологами, которые стараются оказывать всевозможную поддержку. Давайте послушаем отрывок из этого интервью. Со вчерашнего дня мы оказываем первую медицинскую помощь семьям погибших шахтеров. Задействованы три бригады. Точное число обратившихся сложно назвать. Приблизительно больше сорока. В основном близкие погибших обращаются с повышенным давлением. Да, Гульнара, к сожалению, информации не так много. Мы сейчас ждем обновленные данные по пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице. Как только появится эта информация, мы обязательно вам сообщим. У меня на этом пока все. Гульнара, тебе слово. Да, Артем, конечно, мы все прекрасно слышали. И, конечно, хочется сказать, что родным только сил. С нами на связи с Карагандой был Артем Петров.